В Павлодарской области успешно провели стыковку двух частей Большого Арочного моста через реку Иртыш. Таким образом, мостостроители заявили о 88-процентной готовности объекта. Этот проект – важная часть восточной ветки глобальной транснациональной автодороги Западной Европы, Западной Китай. Наша корреспондентка, сообщает режиссер, Ербол Абишев, находится сейчас на новом мосту и прямо оттуда готов выйти на прямую связь со студией. Ербол, день добрый. Скажите, что сулит Казахстану стыковкой этого сооружения? Здравствуйте. Лаура, вы правильно заметили, успешная или так называемая корректная стыковка двух частей моста – это высокопрофессиональная инженерно-техническая операция. Так вот, при строительстве таких мостов расчеты ведутся буквально в миллиметрах. И если бы что-то пошло не так, строителям пришлось бы разбирать какие-то части этого по-настоящему грандиозного сооружения и исправлять погрешности. Но, к счастью, в нашем случае все прошло благополучно. В целом же большой арочный мост через основное русло Иртыша является самым сложным объектом в структуре мостового перехода. Его длина составляет 476 метров. Он имеет уникальную конструкцию. Между собой мостостроители даже называют его небесным. И очень гордятся тем, что участвуют в воплощении этой гениальной инженерной мысли. Арки будут установлены, как видите, на заднем плане конусообразно. От арок к металлическому строению будут идти ванты, будут поддерживать. Данная конструкция по максимуму облегчила нагрузку. Мост строится по последним технологиям и рассчитан на самую максимальную нагрузку. Мостовой переход состоит из четырех мостов через старое русло Иртыша, озеро Щучье, речку Усолка и, собственно, этого, где мы сейчас находимся. Общая протяженность развязки превышает 12 километров. Этот проект имеет большую экономическую значимость. Он значительно сократит путь между Павлодаром и Аксум. Кроме того, все грузовые и легковые автомобили, следующие с востока в центр Казахстана и обратно, направятся в обход Павлодаром. Это снизит транспортную нагрузку на областной центр. Это очень радостное событие. Мы к этому очень долго шли. Мосты не каждый день строятся. Мы все к этому рады. Добавлю, что после того, как мостовой переход введут в эксплуатацию и по нему начнет двигаться автотранспорт, а это случится, как обещают строители, уже в этом году, к первому декабря, для жителей близлежащего села Кенжиколь появится возможность развивать придорожный бизнес. А это один из примеров мультипликативного эффекта, который ожидается от реализации данного проекта. Лаура. Благодарю. Ербул Абишев стал свидетелем знаменательного события стыковки двух частей Арочного моста через реку Иртыш.